книги премудрости книга иова глава 13 вот все это видел око мое слышала ухо мое и заметила для себя сколько знаете вы знаю я не ниже я вас но я к сиди жителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом а вы с плечики лжи все вы бесполезные врачи вот если вы только молчали это было вменено вам мудрость выслушайте же рассуждение мои и вникните возражение уст моих надлежало ли вам ради бога говорить неправду и для него говорить ложь надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за бога так препираться хорошо ли будет когда он испытает вас обманете ли его как обманывает человек строго накажет он вас хотя вы и скрытно лицемерите неужели величие его не устрашает вас и страх его не нападает на вас напоминание ваши подобны пеплу оплоты ваши оплоты глиняные замолчите передо мной я буду говорить чтобы не постигла меня и чего мне терзать тело мои зубами моими душу и полагать в руку мою вот он убивает меня но я буду надеяться я желал бы только отстоять пути мои предлить перед лицем его и это же в оправдание мне потому что лицемер не пойдет перед лице его выслушайте внимательно слово моё и объяснение мои ушами вашими вот я завел судебное дело знаю как буду прав кто в состоянии оспорить меня ибо я скоро молкну и отпущу дух и испущу дух двух только вещей не делай со мной и тогда я не буду укрываться от лица твоего удали от меня руку твою и ужас твой да не потрясает меня тогда зови я буду отвечать или буду говорить я а ты отвечай мне сколько у меня пороков и грехов покажи мне беззаконие мои грех мой и чего скрываешь лице твое и считаешь меня врагом тебе не сорваны ли листок ты сокрушаешь и не сухую или соломинку преследуешь и в этой пишешь на меня горькая и меняешь мне грехи юности моей и ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои гонишься после по следам ног моих а он как гниль распадается как одежда изъеденной молью глава 14 человека рожденный женою краткодневен и пресыщен печалями как цветок он выходит и опадает убегает как тень и не останавливается и на него ты ты отверзаешь почи твои и меня ведешь на суд с тобою кто родится чистым от нечистого не один если дни ему определены и число месяцев его у тебя если ты положил ему предел который он не перейдет то уклонись от него пусть он отдохнет доколе не окончат как на наемник дня своего для дерева есть надежда что она если будет срублено снова живет и отрасли от него выходить не перестанут если устарел земле корень его и пень его замер в пыли но лишь почуял воду она дает отпрыски и пускает ветви как вновь посажена а человек умирает распадается отошел и где он уходит воды из озера или кальсика это высыхает так человек ляжет и не станет на скончании небо он не про не пробудиться и не воспрянет от сна своего а если бы ты в преисподне сокрыл меня и укрывал меня пока пройдет гнев твой положил мне срок и потом вспомнил обо мне когда умрет человек то будет ли он опять жить во все дни определенного мне времени я ожидал пока придет мне смена возвал бы ты я дал бы тебе ответ и ты явил бы благоволение творению рук твоих ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего свитки было бы запечатлено беззаконе моё и ты закрыл бы вину мою но гора падая разрушается и скала сходит с места своего вода стирает камни разлив ее смывая земную пыль так и надежда надежду человека ты уничтожаешь теснишь его до конца и он уходит изменяешь ему лицо и отсылаешь его в честь или дети его он не знает унижено ли он не замечает но плоть его на нем болит и душа его в нем страдает и отвечал елефас фимонитянин и сказал станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим оправдываться словами бесполезными речи не имеющий никакой силы да ты отложил и страх и за мало считаешь речь к богу нечестье твое настроила так устат твои и ты избрал язык лукавых тебе обвиняют устат твои а не я и твой язык говорит против тебя разве ты первым человеком родился прежде холмов создан разве совет божий ты слышал и привлек себе премудрость что знаешь ты чего бы не знали мы что разумеешь ты чего бы не было бы у нас и и седовласа и старец есть между нами днями превышающий отца твоего разве мало для тебя утешение божие это неизвестно тебе к чему порывая тебя сердце твое и к чему так гордо смотришь что устремляешь против бога дух твой устами твоим произносишь такие речи что такое человек чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщину быть праведным вот он и святым своим не доверяют и небеса нечистые в очах его тем больше нечист и растлен человек пьющий беззаконий как воду я буду говорить тебе слушай меня я расскажу тебе что видел что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих которым одним отдана была земля и среди которых чужой не ходил нечистивый мучает себя во все дни свои и число лет закрыто от притеснителя звук ужаса в ушах его среди мира идет на него губитель он не надеется спастись от тьмы видит при собой меч он скитается за куском хлеба повсюду знает что уже готов в руках у него день тьмы устражает его нужда и теснота одолевает его как царь приготовившийся к битве за то что он простирал против бога руку свою и противился вседержителю устремляться против него с гордую вы ее по толстыми щитами своими потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком лядвии свои и он селится в городах разоренных домах которых не живут которые обречены на развалины не прибудет он богатым и не уцелеет имущество его и не распрострется по земле приобретение его не уйдет от тьмы отрасль его и сушит пламя и дуновеньем у своих увлечет его пусть не доверяет суете заблудшей ибо суета будет и воздаянием ему не свой день он скончается и лет его не будут зеленее сбросит он как виноградные лоза недозрелую ягоду свою и как маслина стряхнет свет свой так опустеет дом нечестивого и огонь пожрет шатры но с доимства он зачал зло и родил ложь и утробу его приготовляет обман глава 16 отвечал иов и сказал слышал я много такого жалки утешите ли все вы будет ли конец ветреным словам и что побудило тебя так отвечать я мог бы так так же говорить как вы если бы душа ваша была на месте души моей ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моею подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы говорю ли я не уталяется скорбь моя перестаю ли что отходит от меня но ныне он изнурил меня ты разрушил всю семью мою ты поверил меня морщинами посвидетельство против меня восстает на меня изможденность моя в лицо укоряет меня гнев его терзает и враждует против меня скрижечет на меня зубами своими неприятель мой острит на меня глаза свои разинули на меня пасть свою ругаясь бьют меня по щекам все сговорились против меня предал меня бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня я был спокоен но он потряс меня взял меня за шею избил меня и поставил меня целью для себя окружили меня стрельцы его он растекает внутренности мои и не щадит пролил на землю желчь мою пробивает во мне пролом за проломом бежит на меня как ротоборец в ретище шил я на кожу мою и впрах положил голову мою лицо мое побагровел от плача и на веждах моих тень смерти при всем том что нет хищения в руках моих и молитвы я чиста земля не закрой моей крови и да не будет места воплю моего и ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних многоречивые друзья мои к богу слези тока моем о если бы человек мог иметь состязание с богом как сын человеческий с ближним своим ибо лета моим приходит конец и я отхожу в путь невозвратный